В ходе еженедельного совещания обсудили также тему предоставления рабочих мест жителям Ненинского округа. Глава региона Юрий Бездудный поручил разработать программу подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Ольга Руссула раскроет тему. Проект совместного предприятия акционерных обществ «Газпром» и «Лукоил» подразумевает освоение Лаевожского и Войневийского нефтегазоконденсатных месторождений. Планируется, на обслуживание данного мероприятия будет задействовано более 1200 человек. Губернатор подчеркнул, что для округа принципиально важно, чтобы часть новых рабочих мест заняли местные жители. Наша позиция округа такова, что работать должны в том числе и наши специалисты. В этой связи проговорили о том, что совместно с нашим департаментом образования компания, совместное предприятие отработает перечень специальностей рабочих, специальностей, которые будут необходимы в работе. И с большой вероятностью мы можем открыть на базе одного из наших колледжей специальности по подготовке этих рабочих профессий. Кроме того, достигнута договоренность с руководством «Газпрома» и «Лукойла», что предприятие будет зарегистрировано в Ненинском округе. По словам губернатора, это произойдет уже в феврале 2021 года. Еще один важный вопрос, который обсуждали на еженедельной планерке губернатора – ситуация с пекарней в Амдерме. Летом туда планируется доставить модульное здание с оборудованием. Мы направили из расчета выход хлеба 100-150 килограмм в сутки. Почему так много? В настоящий момент мы понимаем, что сейчас наше население потребляет хлеба по минимуму, но летом к нам приходят наши кочевые оленеводы, семьи, которые зарегистрированы в поселке. Каждая семья заказывает от 150 до 200 булок хлеба на выпечку. Планируется, что производительность пекарни составит 100-150 килограммов хлеба в сутки. Летом потребность в хлебе вырастет. Ежемесячно выпечка планируется в объеме 1000-1200 булок в день. Мы ожидаем бюджетную сессию заполярного района, в рамках которой будет рассмотрено выделение средств на приобретение модульной хлебопекарни и уже приобретение самой хлебопекарни в начале периодной региации. Модульное здание и оборудование может быть доставлено в Амдрому только с началом навигации. В связи с этим глава региона поручил профильному ведомству обеспечить бесперебойную доставку хлеба в поселок до того, как туда будет доставлена и введена в эксплуатацию новая пекарня. Самый главный вопрос на сегодня – это обеспечить жителей хлебом бесперебойно, чтобы жители не испытывали никакой нужды в хлебе. На сегодняшний день между Обществом Заполярной и Каратайским потребительским обществом подписан договор о выпечке для нужд поселка 100 буханок хлеба раз в неделю. Также у муниципалитета есть договоренности с Наринмарским авиаотрядом о безвозмездной доставке хлеба в поселок. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север».